В музее Москвы состоялась выставка работ победителя международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. В экспозиции были собраны лучшие снимки участников фотоконкурса. Чтобы знали, так назвали выставку. Эта фраза принадлежит погибшему на юге-востоке Украины фоторепортеру агентства «Россия сегодня». Подробности в следующем сюжете. Более 200 работ молодых фотографов составили эту выставку. Глазами тех, кто уже сегодня определяет вектор развития международной фото-журналистики, показана жизнь мегаполисов и зарисовки из провинции, религиозные и этнические праздники и политический репортаж, спортивные победы и повседневная жизнь. Талантливые, дерзкие, смелые – они показывают то, что увидели сами и заставляют остановиться и осмыслить жизнь. Мы видим человеческую боль с той и с другой стороны объектива. Мы видим, как люди, вполне благополучные в своей специальности и в профессии, идут в самые страшные места и действительно через собственное сердце, через собственную душу пропускают страдания всех людей. Снимки Кристины Бражниковой заслужили победу в номинациях «Спорт и проблемы повседневности». Спортивный журналист Дарья Исаева заняла второе место с фотографией футболиста Леонеля Месси, сделанной во время чемпионата мира по футболу в Бразилии. Это такой значимый финал всего чемпионата мира по футболу. Это снято в Бразилии после того, как Германия выиграла. Это игрок аргентинской сборной, с которой они играли в финале. И он самый известный футболист в мире, в принципе. И в очередной раз самому не досталась кубка. Поэтому он идет и смотрит с некоторой печалью на трофей. Часть экспозиции – снимки самого Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на юго-востоке Украины в августе 2014 года. В хронологическом порядке зрителям представлено четыре последних года работы и жизни фотографа. Волнение в Турции и Египте. Война в Сирии, Ливии, Ливане. В центре Украина. Откуда Стенин так и не вернулся. Чтобы знали фразы самого Андрея Стенина. Этот девиз определял главную цель его работы. Через фотографию доносить до зрителей правду. Мы потеряли Андрея. Мы поняли, что потеряли год назад. На самом деле, он, как выяснилось, позже прогиб 6 августа. Именно во время исполнения редакционного задания в этом бассе в их автомобиль выстрелили. Мы стреляли из танка. Пока его искал весь мир. По словам организаторов, главная цель выставки – поддержать молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. И вместе с тем поделиться со зрителем документальной правдой. В международном фотоконкурсе участвовало 5000 работ со всего мира. На выставке зрители увидели лучшие.